Сегодня в Брюсселе заседание Комитета иностранных дел. Украина значится под номером один в повестке дня. Перед заседанием участники еще раз напомнили соглашение об ассоциации в силе. Подробности у Софии Гордиенко. Политика занятия не для пессимистов, говорил Александр Квасневский по окончании своей миссии в Украине. Но даже европейские оптимисты начинают понемногу терять терпение. Но не министр иностранных дел в Швеции Карл Бильд. Если будет четкое решение Украины, мы можем прямо завтра подписать соглашение. Может, послезавтра. Есть еще какие-то формальности. Но точно это можно сделать до конца этой недели в Совете Европы. Здесь же в Брюсселе министр иностранных дел России Сергей Лавров. Правда, приехал он не на заседание, а на ланч для обсуждения предстоящего саммита Россия-ЕС и решения проблем с сирийским оружием. Но без украинского вопроса тоже не обошлось. Любые решения о том, как развивать свою экономику, как выстраивать отношения со своими ведущими партнерами, должны приниматься суверенно, без вмешательства извне. Только что заседание закончилось. Верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон подвела еще раз итог. Все договоренности с Украиной в силе и от этого соглашения, если оно будет подписано на самом деле, в долгосрочной перспективе выиграют не только Европа и Украина, но и Россия. София Гордиенко, Василий Трушковский, Брюссельское бюро телеканала Интер. Ну и там же в Брюсселе Сергей Лавров заявил, Москва во время саммита рассчитывает подписать ЕС соглашение, которое станет предтечей безвизового режима.